21-я международная конференция служения Богу и человеку в современном мире открылась 28 сентября в Российской Академии Образования. Вместе с Преображенским братством и Святофиларетским православно-христианским институтом соучредителем конференции впервые стал аналитический центр Юрия Левады, сотрудники которого на протяжении многих лет были непременными участниками братской конференции. В своем вступительном слове священник Георгий Кочетков, духовный попечитель Преображенского братства и ректор Святофиларетского института отметил, что тема служения, к сожалению, сейчас не популярна и на всем постсоветском пространстве почти никто не мыслит в категориях служения Богу, стране, народу и даже своей семье. Однако свобода и активность, открытость и доверие, эти качества служащего человека крайне необходимы сейчас в нашем обществе. И наша конференция, посвященная служению Богу и человеку в современном мире, действительно предполагает и общественное звучание, и обращение к традиции христианской, православной в первую очередь. Давид Гзгзян, профессор Святофиларетского института, член межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, открыл конференцию докладом «Христианский аристократизм. Служить, побеждая прельщение». В отличие от аристократизма в общем понимании, христианский аристократизм есть воплощение царственного священства, единства личной доблести, с умолением себя ради сообщества людей. Осознавая себя восприемниками и хранителями нового духа жизни, христиане призваны делиться своим даром с теми, кто его еще не имеет. Что было тем дыханием жизни, которое вдумал Господь в лицо Адам? Если это не воля жизни с избытком, а это значит жизнь, дарящая себя, жизнь служащая, созидающая всякого другого. Лев Гудков, директор Левада Центра, в докладе «Двойственная роль церкви в российском обществе» рассказал о результатах исследования отношения россиян к церкви. За последние два десятилетия число людей, считающих себя православными, возросло с 18 до 70%, однако при этом принадлежность к православию для большинства россиян – это скорее национальная принадлежность. В частности, результаты опросов показали, что на сегодняшний день только 55% из тех, кто называет себя православными, верят в Бога, и это число практически не меняется последние 10 лет. Несмотря на то, что авторитет церкви в обществе еще очень высок, интерес россиян к православию постепенно снижается, и по прогнозу специалистов Левада Центра, скорее всего, уже через одно поколение число людей, считающих себя православными, резко сократится. Мне кажется, здесь важно, одной из причин такого состояния является и сильнейший разрыв в уровне образования между священнослужителями и населением просто. Но средний уровень образования священнослужителей в России, при всем их недостатке и тому еще прочее, соответствует примерно среднему уровню, среднему специальному уровню образования, то есть уровню семинария. В то время как средний уровень образования в нашей стране гораздо выше уже. Напомню, что среди взрослого населения 28% уже имеют высшее образование. Борис Дубин, руководитель отдела социально-политических исследований Левада Центра, в своем докладе «Во что верят россияне? Кому и как мы служим?» заметил, что в сознании большинства россиян, как наследие советского периода, живут некий миф о великой державе, которой больше нет, об особом пути России, которой постоянно угрожают враги, а также культ первого лица государства. Очень важно, что вся эта мифология как бы фиксирует сферы, не имеющие отношения к повседневной жизни человека. То есть человек выражает к ним некоторые отношения и все. Дальше по отношению к ним он не имеет никаких обязательств, и это не побуждает ему никаким действиям. Да, Россия – великая держава, да, мы ее потеряли, но что человек будет делать в этих обстоятельствах, чем он будет как-то выходить из этого положения, это не подразумевается. Демонстрация принадлежности к православию в большей части ровно такова же. Таким образом, это демонстрация принадлежности без обязательств и ответственности. После перерыва участникам было показано видеоинтервью с Никитой Струвы и зачитан доклад поэта Ольги Седоковой, не смогшими очно участвовать в этой конференции. Затем свои доклады представили еще один сотрудник Левада-центра Алексей Левенсон, профессор завкафедры философии и гуманитарных дисциплин Свято-Филаретского института Григорий Гутнер, доцент кафедры религиоведения СФИ Алексей Журавский. Завершилось пленарное заседание докладом, также посвященным социологическому исследованию, на этот раз проведенному Преображенским братством, о служении в представлении современных россиян. Доклад представили преподаватели СФИ Анна Алиева и Юлия Балакш. Я бы так сформулировала впечатление от сегодняшнего дня, это такая поляризация надежды и безнадежности, такое вот как бы напряжение между двумя этими полюсами. То есть, с одной стороны, и, собственно говоря, тот опрос, который мы проводили, говорит, и тот опрос, который проводил Левада-центр, говорит о такой крайней какой-то пассивности, вялости людей в нашей стране, о том, что как-то совсем им непонятно, что такое служение. И действительно, вот то, что Ольга Александровна говорила, вот этот посттаталитарный синдром, когда мы только семью воспринимаем как то, чему мы готовы тратить, дарить свое время и силы, вот, и это полюс безнадежности. Но есть, конечно, и полюс надежды, и меня как раз порадовало, что наши, результаты нашего опроса разошлись с результатами опроса Левада-центра, благодаря тому, что у нас была возможность с людьми поговорить. И вот я думаю, что в лучших случаях вот эти наши разговоры с людьми, они позволяли вот сделать шаг в сторону этой самой свободы и человеку, и нам, как беседовавшим с людьми. И вот в этом пространстве свободы вдруг что-то в человеке обнаруживается, что дает надежду.